Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! Сегодня я собираюсь подкармливать свои клематисы и в этом выпуске хочу вам рассказать, что и как я буду делать. Вообще сегодня такая благоприятная погода для подкормки, то дождь, то солнце. В общем, нужно спокойно внести удобрение сразу в почву, не таскать лейки, дождик, все удобрение растворит и растение, соответственно, подкормится. Сейчас перед вами один из моих клематисов, посмотрите, какой он уже большой. Я пока ничем не подкармливала свои клематисы, только поливала доломитовым молоком и сегодня в середине мая, а именно 15 числа, я буду вносить первую подкормку. Кстати, забыла вам сказать, что саженцы клематисов есть в моем интернет-магазине. Они красивые и неприхотливые сорта. Третья группа обрезки, которые цветут с июня и до осени, и некоторые даже в сентябре цветут, поэтому заходите, смотрите и выбирайте. Что я хочу сказать по поводу подкормки. Чем кормить клематисы сейчас на таком начальном этапе развития? Конечно же, азотом. Но азотные удобрения бывают разных, несколько видов. И самое лучшее, которое подходит для подкормки клематисов, это вот такое удобрение. Кальциевая селитра. Здесь в составе азот и кальций. Азот гарантирует нам такую мощную и зеленую массу, а калий, он укрепляет корни. И вот такую подкормку я вношу каждый год своим клематисам. И им очень нравится, они прекрасно растут. Как кормить клематисы кальциевой селитрой? На улице такой ветер, не знаю. Надеюсь, успею записать ролик. Все очень просто. Я беру горст, вот такое удобрение, и на один большой куст идет вот такая горстка. Ну, это примерно 50 грамм. Посыпаю вокруг куста, отступая от основания, ну, сантиметров 15-20. И вот так вот вокруг обильно посыпаю. Теперь нужно удобрение заделать в почву. И я вот так вот аккуратненько все рыхлю, чтобы удобрение ушло в почву. Конечно, с воздухом оно должно как можно меньше контактировать, потому что азот, он очень быстро улетучивается на воздухе. Поэтому вот так вот все быстренько нужно заделать. Сейчас пойдет дождь, и дождь как раз мою кальциевую селитру растворит. Ну, в общем, я думаю, вам понятно принцип действия подкормки. Подкормить кальциевой селитрой нужно будет еще раз, второй раз подкормку нужно будет вмести через 7-10 дней. А точно так же, таким же образом, на большой куст 50 грамм, на маленькие кустики по 30 грамм. Еще через дней 10, после второй подкормки кальциевой селитры, нужно будет подкормить органикой. Ой, дождь пошел. Кормить можно любым органическим удобрением, какой у вас есть, любым настоем. Куриного помета, настоем из травы. Я вот делаю настои с крапивой, подкармливаю розы и клематисы. И они тоже прекрасно растут и цветут. В общем, все, дорогие друзья, я пойду домой, до улицы пошел в град. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока и до встречи на моем канале.